В Крае продолжается прием заявлений на включение в единый список коренных малочисленных народов Севера. Это часть большой работы над федеральным реестром коренных малочисленных народов России. Это те народы, которые связаны с определенной территорией и проживают они с давних времен, задолго до формирования нынешних границ и прихода переселенцев из других мест. В Российской Федерации насчитывается 47 официально признанных коренными этносов. Причем 40 из них проживают на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Территория Хабаровского края – это историческая родина сразу нескольких коренных малочисленных народов. По данным Федерального агентства по делам национальности, начиная с 2020 года от жителей нашего региона поступило уже свыше 12 тысяч заявлений на включение в список. Подать такое заявление можно через отделение МФЦ. Для жителей отдаленных районов проводятся выездные консультации. В Хабаровском крае действует региональный закон о государственной поддержке коренных малочисленных народов. Включение их представителей в федеральный список облегчает доступ к мерам государственной поддержки и упрощает оформление всех положенных льгот, в числе которых, например, права на вылов водных биоресурсов, особые стипендии и так далее. Приглашаем к беседе нашего гостя в студии Роман Землянов, начальник отдела координации социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Доброе утро. Какова общая численность представителей коренных малочисленных народов Севера сейчас у нас в крае? По данным переписи Российской Федерации, в 2016 году у нас проживает в крае представитель 31 коренного численного народа. Общая численность составляет 21 456 человек. И вот если говорить про этносы, сколько этносов? Ну, как я сказал, 31 народ проживает, а исторически на территории Хабаровского края проживают 8 этносов. Это у нас нанайцы, негидальцы, нивхи, эвены, эвенки, ульчи, удыгейцы, орочи. Но какие самые многочисленные, например, народы и какие самые малочисленные? Самым многочисленным народом на территории Хабаровского края является нанайцы. Их проживает около 11 тысяч человек. Малочисленными у нас являются негидальцы и орочи. Их проживает менее 1 тысячи человек на территории края. То есть это вообще по стране их в общем проживает столько или гораздо больше, если так? Нет, ну основное количество коренных этих восьми этносов проживает на территории Хабаровского края. Естественно, отдельные представители проживают и на территории Российской Федерации. Но можно в связи с этим говорить, что более 90% они все-таки в местности свое историческое проживание проживают. Мы уже сказали, что формируется тот самый список коренных малочисленных народов Севера. Исходя из чего люди попадают в этот список, какие-то нужны подтверждающие документы, что вообще необходимо? У нас порядок установлен постановлением правительства Российской Федерации, в котором предусмотрена подача заявления гражданином либо лично, либо община может подать заявление в отношении своих членов. Для того, чтобы попасть в список гражданин, необходимо заполнить заявление установленного образца и приложить соответствующие документы, в частности документы, подтверждающие его национальность. То есть это могут быть документы установленного образца о рождении, об удочерении, усыновлении, и иные документы, в которых указана национальность гражданина. То есть данные документы он может подать лично в Федеральный агентство по делам национальности, либо по почте, либо, как вы уже сказали, через МФЦ. МФЦ на территории края у нас оперативно заработала с июня 2021 года. То есть мы одни из первых в стране, которые дали возможность гражданам через МФЦ подавать документы на включение в список. Документы через МФЦ подаются безвозмездно, то есть граждане не тратятся на заверение, копии документов, подтверждающие национальность. А как вообще доказать, что я на НАИС? Какие нужны документы для этого? То есть я же не могу сейчас прийти в МФЦ и сказать, здравствуйте, на НАИС, пожалуйста, можно ли подтвердить мою национальность? Выдайте, пожалуйста, документы. Как это работает? Да, как я сказал, гражданин должен представить документы, подтверждающие национальность. То есть это свидетельство о рождении, где указана национальность его родителя, либо матери, либо отца. Также могут быть и иные документы, в частности военные билеты еще в советскую периоду, там тоже отказывается национальность. При заключении брака также вы можете указать национальность. То есть любой документ, установленный на государственном процессе, где указана национальность, является подтверждающим документом. Если таких документов нет, гражданин может обратиться в суд и через суд установить уже свою национальность. А, вот через суп, потому что, да, я знаю, что в последнее время в средствах вообще не писали графу, там, национальность. В прокуратуре мне точно не написано, она там просто написана. Ну, она пишется по желанию родителей, да. Но можно, опять же, обратиться в органы ЗАКС, и они внесут изменения в ранее выданную документу. А если у меня в себе, например, мама на Найка, папа русский, или наоборот, это уже тоже может говорить о том, что я могу прийти в АПЦ? Да, конечно, если у вас любой из родителей относится к коренномочным народам, вы вправе обратиться в органы и стать списком. Вот для чего вообще, в принципе, проводится эта работа, для чего в глобальном смысле формируется этот список? Смотрите, у нас для коренных молочных народов в Российской Федерации установлен ряд мер государственной поддержки. Длительное время до системы, да, национальной идентификации, граждане, которые не относились к коренным молочным народам с севера, они пользовались мерами поддержки, установленной для коренных народов. Особенно это проявлялось при осуществлении традиционного рыболовства, и получении мер финансовой поддержки. Вот, в целях устранения данной ситуации в феврале 2020 года были внесены изменения в федеральный закон о гарантии прав коренных молочных народов с севера, где в части установление порядка учета лиц коренных молочных народов путем формирования списка. Список формируется, в первую очередь, для самих коренных молочных народов, который позволяет им в упрощенном порядке получить меры государственной поддержки. Также список необходим представителям государственной власти, местного самоуправления, которые оказывают меры государственной поддержки. Например, если граждане уже внесен в список, то органы госвластия не вправе от него требуют документы, поддерживающие национальность. То есть они путем межведовственного взаимодействия запрашивают сведения ФДН и получают подтверждение его национальности. Ну, еще хотелось бы сказать, да, что наши граждане активно подключились к данной процедуре, активно подают заявки. Хабаровский край на данный момент удерживает лидирующие позиции в дальнейшем федеральном округе по количеству подданных заявок. Как вы уже озвучили, подано более 12 тысяч заявлений. Но вы сказали, что можно получить меры господдержки. О каких вообще льготах идет речь? Что именно? У нас предусмотрены меры господдержки как федерального, так и регионального уровня. К федеральным мерам поддержки относятся предоставление водных биологических ресурсов, охотничьих ресурсов, предоставление пенсии по старости, детских пособий. А можно уточнить предоставление водных ресурсов? То есть рыбачивать можно там, где, например, обычному гражданскому нельзя? У нас на территории края установлены места общего доступа, где любой граждан может снять рыболосы. А также у нас есть участки традиционного рыболоса. Данных участков у нас 20% от всех соревнованных участков, у нас это участки традиционного рыболоса. И граждане подают определенные заявления, им выделяется квота от 50 до 200 килограмм. Понял, понял. Так вот еще меру культуры, я знаю, поддержки. Поддержка культуры, языков, ремесел. Вот здесь прям такое большое тоже направление, и там такая плотная работа ведется. Расскажите про это. Да, у нас с 2012 года действует краевая государственная программа поддержки коренных молодчиц народов «Север». В рамках этой программы реализуются мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры, языков, традиционного образа жизни. В частности, большое внимание удивляется сохранением языков. У нас преподавание языков осуществляется в 28 школах в 12 районах. Проводится повышение квалификации учителей родного языка, издаются методические пособия. В плане культуры у нас действует в крае 47 творческих коллективов, которые принимают участие в различных мероприятиях, как регионального, так и федерального уровня. Действуют музейные экспозиции. Активно развивается и поддерживается традиционные виды спорта. То есть более 200 ребят у нас принимают участие ежегодно в данных мероприятиях. В целях поддержки декоративно-прикладного искусства у нас пользуются таким вниманием со стороны представителей краевного населения, как кормёсла земли Дырсу. То есть это ежегодный краевой конкурс. В этом году он будет проводиться в преддверии Международного дня кормленных народов в городе Комсомольске-на-Амуре. То есть все эти меры, они реализуются, ну, для примера, в прошлом году в рамках программы, да, у нас реализовано 88 мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры, языков, народов. Ежегодно принимают участие в данных мероприятиях более 4 тысяч человек. То есть заинтересованность точно есть и от коренных народов в том числе. Не знаю, что они активные молодёжь привлекают. И нет коренных, то есть любое мероприятие с участием коренных населения привлекает внимание на нашу. Спасибо вам большое за информацию. Я напоминаю, что в гостях был Роман Землянов, начальник отдела координации социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Министерства природных ресурсов Хабаровского края.